Я сейчас типа крутуюсь, что у меня новые очки. Вот такие вот гламурненькие очочки. Классно, за тест прошли. Сейчас главное не спотыкнуться. А так клёво. Голова кружится, капец. Люди, я вижу читать. Я всё вижу, 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 вижу. Вот, я могу читать. Вот, допустим, на том магазине написано «Кодек Никон Симе». Раньше вообще нифига не видела. Оказывается, жила в тумане. Круто, да? Николета говорит, когда она себе первые очки сделала, у неё тоже такое ощущение было, что голова очень сильно кружилась. И вот, тошнит. Чуть-чуть, не сильно. Когда брус, когда брус, когда резко так поворачиваю голову, тоже такое ощущение, что, ну, немножечко поташнивает. Но думаю, это пройдёт. И самое интересное, что это первые очки, которые не сползают мне с носа. То есть, когда я делаю вот так, о, ничего не падает, ничего не падает, круто. Нормально всё. Ну, как раз вот под мою головешку рама, оказывается. Оказывается, так должно быть. А в Румынии говорили, что нет. Они у меня просто-напросто сползали с носом. Мне говорили, что, ну, в принципе, у всех так. А эти нет. Вот. Круто. Пойду на курс немецкого. И буду видеть всё на доске. Не надо будет вот так вот прищуриваться и жмуриться. Как жмурик. Вот это, друзья, чтобы вы понимали, моя первая машина. Моя старушка, грязнюлечка моя хорошая, красотулечка моя. Может быть, она и смотрится, как рабла старая, но для меня это самая моя любимочка. И Дурин, что сейчас хочет сделать с этой машиной? Я, конечно, хотела сохранить её на память и иногда выходить на улицу или заходить в гараж и гладить её, да. И вот она моя. Это курса, я её называю курсиком. Так вот, Дурин, что решил? Отдать машину на стройку. У нас на стройке много мужиков, которые добираются на работу на общественном транспорте. И калт. Наверное, жара такая. Там кондиционера нету, только вентилятор. Так что он решил, чтобы сэкономить 3-4 билета. Билет за месяц проездной в Германии стоит где-то 100 евро. И он решил, давай-ка я отдам машину, чтобы они перебирались на машине. Короче, я так переживаю. Я вот так и представляю себе, как эти грязные, потливые мужчины мои, хоть они хорошие, да, мои рабочие, но, блин, они будут в робе, в спецовке заходить и пачкать мою девочку, мою корсочку. Что-то так жалко, вот, когда я вижу какую-то там царапинку или неоткуда-то, вот появляется все, кто-то, не знаю, постоянно ее кто-то царапает. Мне так жалко. Это моя самая любимая машина. Намного любимая, чем вот новые мои эти львицы такие. Вот старушка самая любимая. Ой, блин, жара. Мы сейчас решили сделать круг вокруг дома, чтобы хоть немножечко размять колеса. Мы думали, что даже мотор уже сел или аккумулятор. Нет, завелась прямо. Так, так восхищаюсь я. Она так хорошо работала, практически она не видела сервис. Сейчас, конечно, я уже последнее время перешла на автомат. И, наверное, если я сейчас сяду за руль, я немножечко буду тупить, хрипеть. Ну, думаю, что это быстро память, быстро восстанавливается. Через 10 минут уже входишь в колье. Да, на автомате, конечно, намного лучше. Лошадки и собачки мои самые любимые животные. Я их так люблю, посмотрите. Сразу такая статность, аристократия. Смотрите, какие красавцы, особенно вот эта белая лошадь. Вот она красоточка. Нет, это, походу, мальчик. Красавец. Привет, ребята. Ну что, я уже проснулась и готова сыпать на вас контент. Прямо тоннами, тоннами, тоннами. Я уже даже готовлю видео про фавориты августа. Нет, про фавориты лета. Там видео про масла. Короче, все очень полезное и очень нужное. Я так думаю для вас. Вчера я была у врача за очередной порцией ксилоды. У меня начинается новый цикл ксилоды. И он мне такой говорит, да ладно, это не так уж и страшно. Это, короче, побочка. Это почти у всех. И у вас это не хронически. Так что не паникуйте, идите домой. Вот я вам выписываю вот такие вот пастилы, таблетки. За пиклон. За пиклон. Очень не знаю, если видно. Вот такие вот таблетки. Их можно делить на две части. Вот здесь прямо нарисовано, что их можно делить на две части. Потом я пришла домой и решила, а что будет, если я выпью сегодня пол таблеточки или там одну таблеточку. Ну, короче, не навернусь же я от одной таблеточки и не привыкну. Мне очень боязно, что из этих таблеток очень быстро, то есть, к ним привыкаешь, и потом не можешь спать, ну, самостоятельно не можешь засыпать. Короче, я не хочу дожить до состояния тех людей, даже очень многих известных людей, у которых уже после вскрытия, после того, как они умерли, доказалось, что они полжизни на транквилизаторах или полжизни не могли бедненькие засыпать без таблетки снотворного. Вот я не хочу. Мне кажется, что таблетки снотворного или там успокоительные таблетки, они очень быстро вызывают привязанность или к ним очень быстро привыкаешь, и потом к хирургке от них отвыкнешь. Ну, это, ну, такого рода наркотик получается, да. Еще мне один врач еще в начале лечения прописал для успокоения масло ладана. И я себе приобрела это масло, и, вы знаете, действительно помогает, если пользоваться им, ну, в рациональных количествах. То есть, если там, допустим, в ароме лампе мне очень помогает, две капли, три максимум, в арома лампу я капаю, и себе включаю ее не в каждый день, через два, через три дня. Я не кушаю это масло, как предлагал мне доктор, но попробовала один раз, он мне прописал в каждый день две-три капли масла ладана, эфирного масла ладана под язык. И один раз я себе капнула одну или две капли, вы знаете, через буквально там 20 минут. Вот ты вообще такой на расслабоне, тебе вообще, ну, отмораживаешься, тупо отмораживаешься, тебе вообще пофигу, что там кто-то что-то кричит, что пришли там опять и танцы из-за свет, из-за газа, у тебя там что-то неуплочено, что-то там тебе что-то предстоит, там, не знаю, покупать детям, вот первое сентября на носу, блин, а детей не собрали в школу, короче. Ну, понимаете, что это состояние, как бы, оно прикольное, да, потому что действительно мозг расслабляется. А с другой стороны, ну, как бы ты всё равно живёшь в каком-то другом измерении. Если этим злоупотреблять, я считаю, что это жопа. Но иногда, почему нет, всё-таки масло, эфирное масло ладана, это натуральное средство, это не какая-то там химоза, поэтому иногда думаю, что можно. Девочки, которые йогой занимаются, они тоже включают аромалампу с маслом ладана, говорят, что оно самое доброе масло. Хотела сделать маленькую поправочку к видео о списке. Девочки, вы делайте свои списки. Я, конечно же, очень рада делиться любой информацией, но, как видите, действительно, мне в директ зашло много сообщений, где девочки просто-напросто в шоке, потому что у них прямо в онкоцентре есть вот эти вот биомагазины, где продают разные фитодобавки, и их очень сильно рекламируют. Даже врачи посылают девочек спуститься в этот фитомагазин и попробовать кое-что, что им там соберут какой-то сбор или им что-нибудь конкретное индивидуально подберут. Я не могу объективно поддержать эту идею или наоборот рубить в корень и говорить, да ну нафиг, это бред. Решайте сами за себя, потому что может быть такое, что вы это всё будете принимать, и это вам будет мешать нормальному лечению, а может быть наоборот. Вот не дай бог что-то не так пойдёт, и вы уже в конце лечения скажете, блин, время-то ушло, почему я не начала там, допустим, кушать грипп рейша или что-то в начале, вот было бы классно. Поэтому я сама, честно говоря, не знаю, я сама в поисках. И если вы помните, в том видео я сказала, что в Германии мне сказали пить масло чёрного тмина и рыбий жир или омега-3. Об этом не говорил ни один человек, но ни один из них не был врачом, мне говорили медсёстры, говорили женщины там по коридорам, что и они слышали. Короче, медсёстры прямо пропагандировали вот это вот масло чёрного ладана. Масло чёрного тмина. Я, короче, зашла на гугл, и действительно, есть форумы, можете зайти посмотреть. Очень многие люди довольны этими маслами. И я, само собой, что себе заказала. Вот так вот выглядит мой вариант масла чёрного тмина. Вот так. Здесь, по-моему, 200 капсул, если я не ошибаюсь, я не помню, сколько здесь. Я себе хапля. Сразу взяла 400. То есть вот здесь вот у меня 800 капсул по одной капсуле в день. То есть на 800 дней, представляете себе. Ну, здесь срок годности, конечно, там до 2023 года. Короче, это масло шикардос. Типа оно помогает и печени очень сильно, и почкам, и тем, у кого давление пониженное, повниженное и повышенное. Короче, всем болячкам доктор это масло. Потом, само собой, мы даже из садика знаем, что рыбий жир, это тоже восстанавливает иммунитет. И слабеньким деткам, деткам после гриппа, всегда выписывали рыбий жир. У меня вот рыбий жир вот в таких вот капсулах. У меня только все немецкое. Я больше всего доверяю немцам. Но также есть и американские капсулы. Почему я заказываю немецкие? Потому что мне намного выгоднее заказать их здесь. Здесь и доставка бесплатна. Как бы если тебя что-то не устраивает, ты можешь их вернуть обратно. Короче, купила. Пришла мне посылка. Даже крем для рук такой крутой подарили. Подогнали. Подарок, да. Разные уже начали мне высылать. Вот эти вот флайеры. Как-то вот так вот взяточки такие мелкие. Вот вам купон на 10% для следующего вашего заказа. Короче, тянут тебя за руку, что ты еще, 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 еще заказал. В этом магазине все пить, то все бить. Вот там шампунь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Может быть, я еще что-нибудь там закажу. Но! Но-но-но! Я не буду это принимать. Да, вы не ослышались. Короче, после того, как я уже заказала, потому что я тоже ищу слезы Иисуса Христа, чтобы избавиться от рака. Да, само собой, так же, как и вы. Заказала, прочитала всю инструкцию, все, приготовилась пить. И зашла в гугл. И нашла кучу статей. Можете прогуглить. Короче, если в двух словах и без всякой там водички масло черного тмина, черного тмина, да, и рыбий жир укрепляет иммунитет. Базара нет. Но! Их нельзя принимать при кимиотерапии, потому что были исследования, которые доказали, что люди, которые принимали именно эти две добавки, потому что эти две добавки, эти две добавки, по ходу последний год-два обильно принимают в Штатах, в Америке. Короче, те женщины, которые принимали во время имиотерапии эти две добавки, у них опухоль немножечко выросла по сравнению с теми женщинами, которые вообще не принимали никаких добавок. Вот как жить в этом мире, если ты никогда не знаешь, где правда и где ложь. Короче, суть в том, что если вот эти вот лекарства укрепляют твой иммунитет, они укрепляют иммунитет опухоли к химиотерапии. Понятно, да? То есть можно, обязательно даже нужно это все принимать, только если вы уже закончили колоться, тогда без проблем, оно вам поможет. Пока мы колемся, нам нельзя, потому что наша опухоль тоже может накопить иммунитет именно к химозам. Понимаете? Она может стать сильной. Это совершенно не неверно, что из-за этого, потому что есть статьи, где говорят, что из-за этого рак распространяется, будете кушать рыбу, и там рак распространится. Но я говорю сугубо свое мнение. Нет. Но есть вероятность того, что в натуре я укреплю свой иммунитет, но я укреплю и иммунитет опухоли к моим препаратам химозным. Поэтому пока мы все откладываем вот эти вот таблетки. И хорошо, что у них есть хороший срок годности. Я не пропагандирую. Их не покупать, наоборот. Мне очень хочется их принимать, но я маленько подожду. Маленько. Пока у меня есть еще таблетки, полгодика подожду. Потом я вернусь обязательно к ним с обзором. Вот. Кремчик такой подогнали. Тоже состав. Я слушаю, у меня такая болезнь. Я уже последнее время, ну и раньше, но последнее время, я захожу в магазин, и мне нужно очень много времени, чтобы выйти оттуда. Потому что я беру и смотрю ингредиенты. И начинаю. Водичка. О, на втором месте алкоголь, значит, уже нет. Будет мне там сушить кожу. Бла-бла-бла. Потом смотрю по составу. Потому что иногда говорят, допустим, крем с каким-то там каротином. Вот. Коллаген и каротин. Вот на этом креме. Ага. Все правильно. Все понятно. Читаю здесь. Так здесь вначале там и алкоголь, и водичка, и соевое масло, и какой-то там эмульгатор. И этот нахрен... Кератин, он на последнем месте. Так сколько? Здесь 200 грамм. 125 миллилитров. Сколько там того кератина? 2 миллилитра? Да, тогда в любой самый-самый безопасный детский крем, да, я могу себе накапать пару капель эфирного масла, который подходит именно под мой вид кожи, да, под мою кожу, и пользуюсь о себе на здоровье, даже коллагеном. То есть этот же коллаген, о котором я говорю, продается в этих же вот магазинах, да, на этих же точках, на этих же базарах, где продаются биодобавки. То есть можно и витамин А купить в ампулах, и витамин Е купить в ампулах, и коллаген. Главное, нужна база, потому что эти витамины, этот коллаген, ты не можешь просто взять, вот, налил и жаб-жаб-жаб, нет, так не получится. Ну, все понятно, девочки, нам нужна какая-то база. Поэтому, сейчас, допустим, я пользуюсь хорошим кремом, не буду вам показывать, потому что он румынский, и вы по-любому не сможете его нигде заказать, но этот крем, ну, а-ля детского крема, и вот туда я себе капаю мои любимые масла. Кстати, я готовлю видео про мои любимые эфирные масла, если вас это интересует, то я буду очень рада вам помочь. Также я готовлю видео про то, как правильно выбирать растительные масла, то есть те масла, которые мы кушаем в салатиках, и мои любимые, или мои там топ, не знаю, сколько здоровых масел, которые я принимаю в своей диете, и просто делюсь с вами. Может быть, это вам тоже будет полезно. Еще кучу-кучу-кучу разных видео, так что ждите контент. С вами была Каролина. Встретимся позже.